Вот, привет! Надеюсь, меня микрофон слышит, камера видит, все остальные тоже видят. Меня попросили подольше поговорить, так что меня не вините, это все организаторы. В общем, я пришел раз к вы поговорить сегодня про работающий софт. Было про agile, как я понял, там 18%, которые его не хотят следовать специально, а большинство из нас следует либо собираются. Так вот, будем разбираться, что же это такое, потому что это одна из таких главных основоположных вещей в agile. Так, этот слайд я забыл убрать, потому что он для конференции, но у нас классный красивый год. Вот, agile манифеста, 2001 год, там была одна из строчек вот такая, working software over comprehensive documentation. Многие, конечно, это восприняли так, что офигенно, мне не нужно больше документации писать. Agile – моя фишка. До сих пор так девелоперы думают, на самом деле, я вот не знаю, те, которые там все проголосовали. Вот. Потом появился крафтманшип манифеста, потому что все поняли, что agile манифеста не хватало, и никто не понимал, что такое там working software и как это делать. И все думали, что на коленке что-то наколбашу, и вот тебе working software документировать не надо, agile. Вот, появился крафтманшип манифеста, где они все уточнили. Сказали, что не только working software должен быть, а еще и well-crafted software. Что тот software, который вы на коленке наколбасили, не катится под working software, он должен быть еще well-crafted. Вот. И именно в это время приблизительно мы создали компанию CodePorn. В 2010-09 мы начинали, и поэтому мы даже вот такой вот себе до сих пор используем таглайн или слоган, что well-crafted software, потому что это вот все отсюда. Что мы знаем, как делать штаб. Вот. Поэтому я пытаюсь поделиться этим. Вот. Потому что проблема, как до сих пор, я как бы, я работаю по сути CodePorn это consultancy, то есть я вижу очень много разных проектов, разных компаний, организаций, как они работают, как они не работают. И я вижу вот такую проблему, что многие девелоперы вообще не знают, что такое working software или well-crafted software. как бы не понимают. Я попробовал собрать мои мысли. Вот. Что такое working software? Например, это софт, который бизнес цели… Исполняет. Исполняет, да. Или удовлетворяет бизнес цели. Это самое важное в working software. Иначе agile manifesto бы не писали. То есть нет смысла писать софт, который никому не нужен. Он должен в том числе… Это разные вещи. Он должен какой-то давать value для пользователей. То есть пользователям должны быть ценность. Они как бы должны… Не только бизнес, который кто-то хочет на тебе заработать, а это значит, что мне это еще полезно и хочется использовать. Это должно быть легко использовать. Это как бы… Тут теперь мы будем приходить в разные юзабилити. Это юзабилити для конечных пользователей, которые используют вот этот вот софтвер, который мы пишем. Потом оно должно быть легко задеплоить и должно быть надежным. Не разваливаться. Это юзабилити для сисадминов, например, которые должны следить, что софт работает и не падает. Очень часто это должны сами девелоперы делать, тем лучше. Вот. Потом его должно быть легче мониторить, аудитировать, баги искать. Это тоже значит, что софтвер working, если он все это делает, облегчает. То есть очень много видел софт, который там напишет как бы такую блевотину логов, и там ничего не найти, и ничего не понятно. Его должно быть легко менять, исправлять и мейнтейнить как бы в общем. Это юзабилити уже для девелоперов, для нас в основном, кто мы здесь сидим. Должно быть легко добавлять туда новые фичи. Должно быть легко тестировать, естественно, иначе оно все развалится, если мы это не будем тестировать. И, соответственно, нужно тестировать автоматически, чтобы это все было дешевле тестировать, чтобы не нужно было тратить время на какую-то там ручную проверку. И это как бы все нужно, чтобы софт продолжал работать. Потом, в принципе, в общем, можно сказать, что не должно быть никакой лишней работы ни для кого, кто вот участвует в этом всем и этим всем занимается. Потому что софтвер, как мы понимаем, это не просто байтики, которые там где-то запускаются на процессоре, что-то делают. Это как бы вот эта вся инфраструктура, комьюнити, все это вокруг, что нужно, чтобы этот весь софт и создавать, и поддерживать, и так далее. Ни одна программа, она не пишется как бы один раз и готова. То есть ее всегда потом еще меняют. Вот. Поэтому здесь вот очень много вот этих вот юзабилити, всего связано с тем, чтобы софтвер можно было считать working. Недавно вот, когда я готовился к этой презентации, был такой твит классный Uncle Bob. Uncle Bob я очень люблю. Это, по-моему, один из таких главных чуваков, кого нужно слушать в софтвердевелопменте. Если не читали его книжек, то очень советую. У него сейчас новая книжка вышла. Clean Agile. Вот. То, что он написал, что недостаточно для того, чтобы… Или, в принципе, он сказал, что это еще даже более важно, чтобы код можно было легко изменять, чем чтобы он работал. Я с этим не могу на 100% согласиться, но его поинт именно вот как бы интересный в том, что если софт легко менять, то его легко сделать рабочим опять. А если код сложно менять, то, скорее всего, он перестанет работать достаточно быстро. То есть вы его испортите, кто-то другой его испортит и по любой другой причине. И это вот тоже интересный поинт насчет working software. И в Agile это дефинируется еще часто вот так, что это как бы полностью интегрированная, протестированная система, которую можно зашипить клиентам или задеплоить к продакшн. Естественно, это не значит, что вы его там просто один раз опустили и так далее. Но это такой скучный дефиниш. Я вообще, когда об этом всем думал, я искал в интернете, что должна быть как бы аналог пирамиды Маслова для working software. Я ничего не нашел лучше, чем вот software quality пирамиду. В принципе, вы все знаете, что в тестировании очень популярно пирамиду типа Маслова рисовать. Это как бы что юнит-тесты, это база, самые важные. Потом идут там разные другие тесты, там интеграционные, там end-to-end и acceptance-тесты и так далее. И только в самом верхушке там идут тесты, которые мануально делаются, exploratory testing. И вот в software quality в принципе можно тоже сказать. Это по сути как вот working software, что если она deployable и функциональность окей, это только база. А потом можно еще дальше смотреть, что еще сюда можно добавить и security, и performance, и юзабилити, и все остальное. Ну, так, мы кликер, 100. Буду здесь сидеть. Здесь тоже не работает. Ну как же так. Вот и работа. Девелоперы, что мы часто слышим среди нас, что есть такой синдром, называется works on my PC или my machine и так далее. Мы это очень любим сказать. Вот на коленке сделали, что-то заработало, отдали и все окей. Это в принципе означает чаще всего, что либо они достаточно тестов написали, автоматических, естественно, либо у вас как бы environment, в котором все это билдите, он такой handcrafted. Например, когда я когда-то работал в светбанке, там была очень интересная история, что была такая телеханса, это была такая система как бы для бизнес-клиентов, крупных фэт-клиентов, когда еще до веба, когда был в банке. И это все разработал один девелопер на коленке, и он это круто делал, пока он не уволился. А потом он уволился, и даже source кода не осталось в банке. И очень была большая проблема, поверьте мне. Это все как бы кому-то перенять и что-то с этим делать. И естественно, когда получили софтвер-код, то его никто не мог еще несколько месяцев сбилдить, потому что у этого чувака только на его машине было все очень хорошо настроено, как билдится его софт. Это по сути означает, что если вы вот так вот делаете, то вы либо как бы злый день, либо вы просто непрофессиональный девелопер. Я надеюсь, что этих вторых больше, но я думаю, что я честно верю и видел, что первые тоже существуют в нашей индустрии. И это, естественно, если вы это все делаете на коленке, руками, и сами подбираете свой environment, то это все не скалируется, естественно. Вот. Чего он? Job security. Да, job security. Отличная тема. Да, вот компьютеры уже не такие. Вот тогда job security был особенно важный, когда вот можно было все… Когда весь софт, который вы писали, запускался только на одном компьютере. Такого больше нет. Сейчас компьютеров много. По сути, это все, как очень часто в многих проектах я вижу, это почти как алхимия, что делаешь git clone, привалилась к тебе куча байтов, ты на них смотришь, думаешь, что дальше. И там есть какой-то всегда секретный ингредиент, который нужен, чтобы это все запустить, чтобы это все барахло хоть как-то там собрать и чтобы что-то произошло. Какой-то секретный профайл, какой-нибудь Spring или Maven нужно там указать. Какие-нибудь Dependency нужно в локальном Maven repo сделать. Это вот как бы из Java мира примеры. Либо база должна быть бегать на каком-нибудь специальном IP захардкоженном, где-то в какой-то конфигурации непонятной. Либо какие-нибудь GDI ресурсы должны быть настроены, иначе приложение тоже не стартует. И причем падает с таким эксепшеном, что вам нужно 30 минут, чтобы дойти до слова GDI и понять, как бы куда вообще дальше копать. Какие-нибудь конфиг, параметры, как обычно, не хватает. Получается, что этот вот pile of garbage, который вы из GITA получаете, оно как бы не готово к прайм-тайму, то есть не работает. Нету как бы сложно с этим работать другими людьми. Либо там может быть еще куча разных других ритуалов или магии. То есть, по сути, это все сводится очень часто к тому, что у вас нету continuous integration, либо у вас очень сложный continuous integration setup. Я видел, в принципе, и то, и другое. Естественно, если нету continuous integration, это означает, что у вас как раз handcrafted environment, и даже если вы думаете, что вы старались и делали все хорошо, то у вас нету кого-то, кто бы это проверил за вас. И, скорее всего, там что-то плохо. И то же самое, если очень сложный CI setup, я это тоже видел, это когда handcrafted environment появляется на continuous integration сервере, и получается, что вы больше как бы даже на своей машине не знаете, как все это повторить, чтобы запустить. Continuous integration может, а вы нет. И это приводит нас вот к этому второму синдрому, который называется не работает даже на моем PC. И я видел реально вот такой проект недавно, и там 70 девелоперов над ним работает из Индии, и они молодцы, товарищи. То есть они как-то его девелопят, каждый день какие-то коммиты есть. Continuous integration build 4 часа, и тесты flaky, но они есть, они зато как бы пишут очень классные медленные тесты, которые с каждым, протестируя маленькую каждую фичу, они поднимают весь мир, там что-то делают через кучу слоев, потом оно падает, потому что это все flaky setup. И через 4 часа вы про это узнаете, и вы можете тогда попробовать его либо рано еще раз, еще 4 часа, либо вы можете там действительно узнать, что какая-то проблема в вашем ходе, можете что-то поменять, и тогда тоже еще 4 часа. Поэтому по сути в таком проекте любое изменение, оно только на завтра. То есть на сегодня никогда невозможно сделать никакого изменения в этом проекте. И на завтра это еще в лучшем случае. Вот. И эти люди, они все равно работают над этим проектом, они не знают, как на своей машине реально запускать это все, потому что слишком сложно. И поэтому они уже давно на это забили, и они вот надеются на то, что Continuous Egration Server запустят. А потом еще мануальные тестировщики, может, тоже спасут и найдут баги. Но, естественно, исправление багов в такой ситуации жутко дорого, жутко долго, и там, естественно, как бы никому не в кайф уже сидеть над таким проектом. Но, может быть, там Job Security нормально, чуваки там в Индии сидят. Всякие микросерверы, микросервисы, Maven профайлы, конфигурации, вот это все как раз вызывает такую проблему очень часто. Если мы говорим про сервер-сайт аппликейшены, то, как бы, очень крутой такой, как бы, бейзлайн придумали чуваки в Heroku. Кто когда-нибудь использовал Heroku? Детский человек. В общем, это, в принципе, одна из самых таких девелопер-френдли клауд-систем, где вы можете запускать свои приложения, и эти, они уже больше 10 лет фигачат, и они вот придумали, как бы, такой вот, как бы, как манифест 12factor.net, можно там подробнее почитать. То, в принципе, вот таких 12 вещей, которые должно соблюдать ваше приложение, чтобы оно было реально, чтобы его было легко запускать, где угодно, в том числе на их сервисе. И они, как раз, достаточно как бы успешные в этом были, потому что они ухитряются запускать, то есть у них софт не деградирует. То есть если, например, я там даже когда-то что-то запустил, там, лет 6 назад, оно до сих пор бегает. И несмотря на то, что они там уже апгрейдили все вокруг моего приложения, так как приложение следует вот этим вот каким-то вещам, то это, как бы, его, получается, контракт вашего приложения с environment. И этот контракт достаточно ограниченный, он минимальный, и благодаря этому ваше приложение, как бы, не умирает, его легко поддерживать, легко запускать где угодно. В наше время, это было тоже уже записано много лет назад, в принципе, вот эти вот два товарища, там, Git и Docker, они, ну, еще третий, это Git and Simple, они позволяют, в принципе, почти все из этого получить почти на халяву. То есть, common sense еще нужен, естественно, потому что всегда можно все испортить. То есть, Docker вам дает то, что, ну, естественно, Git вам дает все эти конфигурации и так далее, Docker вам полностью контролирует ваш build environment и run environment. То есть, у вас никогда не будет вот этих проблем с works on my PC или doesn't work on my PC, потому что вы всегда, у вас с version control приходит Docker файл, поэтому по этим инструкциям все билдится, запускается и все работает. Приложение знает, как себя вести хорошо в этом, в контейнере. Там ничего туда лишнего никогда не попадет, все как бы там абсолютно изолировано, и это вот, как бы, в принципе, позволяет нормальный софт легко делать, потому что, если этого нету, то тогда этого всего достаточно сложно достичь, достаточно много нюансов, которые нужно самому следовать. Причем, ну, почему-то многие сейчас этого до сих пор не используют, как бы, ну, новшества, уже не таких новшеств. И Docker Compose, например, это отличный формат файлов, как описывать, как бы, свои сервисы, как они все запускаются, как они друг с другом взаимодействуют, особенно вот в мультисервис каких-то архитектурах, которые гораздо сложнее, чем там монолитные приложения. И поэтому вот есть смысл это все использовать. Есть сейчас очень популярен Kubernetes, про него скажу только то, что, на мой взгляд, это не KIS, это непросто, это сложно, и поэтому, в принципе, если вы не пишете свой софт так, чтобы он не депендит на Kubernetes, это гораздо лучше. То есть Kubernetes, он может запускать тоже, если у вас софт хорошо работает в Docker и с Docker Compose, то значит, он будет хорошо и с Kubernetes работать. Поэтому нужно стараться не завязывать себя никогда на какой-то внешний контейнер или оркестратор, который внутри. Вот. Пройдемся по некоторым из этих 12 факторов. Например, кодбейс-депенденси. Естественно, что у вас как бы только один кодбейс, много деплоев, вы обязательно всегда декларируете все ваши депенденси, то есть в зависимости от технологии Java, Maven, Gradle, whatever. Но чем меньше, естественно, от себя добавлю dependency, тем лучше. Потому что мир, как бы, JavaScript и NPM нам показал, что это офигенно, когда у вас там 4000 депенденсей или еще там 10 тысяч, которые все транзитивно приходят. И это, естественно, не фан. Если там что-то ломается, как бы, чем меньше у вас dependency, тем проще вам переиспользовать ваш код и так далее. Так что всегда нужно стараться не добавлять этот новый депенденси. Я вижу многие такие более джуниор-девелоперы, они говорят, опа, нам нужно, например, чарты нарисовать. А захерачим эту библиотечку. А зачем, если можем простейшие SVG сделать или там что-нибудь такое. То есть зачем нужно нам целую библиотеку для этого тянуть, если можно сделать это гораздо более простым способом. Меньше, лучше. И, естественно, никаких hand-tuned build-environment. И вот. В Docker File From это все предлагает нам. Если не говорить про депенденси, а про environment. Потом конфигурации по портбайдинг. Они говорят про это, что конфигурация, которая меняется от environment к environment должна приходить из environment variables. Это позволяет нам сбилдить это все один раз, запускать в разных местах. И, в принципе, это правильно. Это гораздо проще, чем в разных форматах мучиться с конфигурационными файлами. И, в принципе, к чему я пришел, что я раньше когда-то клал тестовые, продакшеновские конфигурации тоже в Git, чтобы все было out of the box, запускалось. Но это, в принципе, эта идея перестает работать, как только вы растете больше, и у вас появляется больше environment. Потому что в какой-то момент у вас может быть 10 разных тестовых средств и каких угодно, и вы все их не пропишете в конфигурацию себя. То есть, естественно, если вы используете, опять же, Docker, то вам это все не нужно прописывать, Docker за вас это делает. Например, вы депендите на MySQL, вы просто обращаетесь к хосту с названием MySQL, и оркестратор для вас как бы подставит туда нужный DNS и так далее. Это вот почему Docker и всякие такие штуки очень классные. так, у меня опять что-то перестало все работать. Так, вот, Docker тоже он может ваш порт, который вы экспозите, может замаппить куда угодно. И что, на мой взгляд, все-таки нужно оставить в конфигурации в GT, это дефолтовые конфигурации для девелопера, который для хорошего, удобного девелопер-экспириенс. Это как раз тот кейс, когда вы делаете git clone, и запустили, все работает. Очень легко посмотреть, куда новую фичу добавить, или что там, как баг исправлять. Иначе сложно, иначе все девелоперы, которые делают git clone, должны еще долго-долго там с магией какой-то разбираться. Вот. Baking services – это те сервисы, от которых вы зависите. Опять же, Docker Compose это вам достаточно легко делать. По сути, это просто runtime dependencies. Все равно, если они внешние или внутренние, то есть часть вашего проекта или вы с ними должны работать, и вы должны просто, ваш софт должен быть легко переконфигурироваться так, чтобы затачить к другой версии этого сервиса, потому что уже в runtime, когда нужны какие-нибудь проблемы, пожары лечить, что-то падает, нужно переключиться на другую базу, например, на бэкап и так далее. Это должно все легко делаться. Ничего не должно быть захардкожено. Пример Docker Compose, наверное, все видели, писали, надеюсь, очень просто пишется. Что здесь важно, tips and tricks, которые тоже я для себя нашел, что можно использовать Docker Compose override YAML. Это файлик, который Docker Compose по умолчанию использует, что если вы хотите добавить какие-то, например, маппинг портов или что-то для своего локал хоста, когда вы хотите девелопить, то это можно поставить в этот файлик, в этот файлик, и он будет автоматически использоваться. А в как бы production build этот файлик можно уже не отдавать, использовать только основной Docker Compose YAML, например. Вот. Насчет build release run, они говорят, что очень важно отделять build и run с тадии. То есть это, в принципе, Heroku, они из Ruby мира приходят, у них там вообще как бы есть такая проблема в динамических языках, что народ иногда на production и код поменяли, и типа в род хоба работает. В PHP мире тоже так делают. Что важно, то что, а вот в Java мире, например, очень большая проблема, когда используют какие-нибудь там maven profile, например, которые меняют результат билда. И это как бы смерть вообще, потому что это значит, что вы билдите каждый раз для каждого environment, например, отдельный билд бинарный. Вы никогда не можете проверить тот же самый билд, который на production, например, там какая-то проблема, вы никогда не можете его запустить у себя и перепроверить, почему именно с этим билдом проблема. То есть, билд должен быть независим от environment, а maven profile, например, они как раз делают наоборот. Они делают то, что вы там что-то поменяли, он там какие-то property пошел реплейсить и так далее. Это вообще нельзя никак делать, ни в коем случае. То есть, один билд, много запусков. Это как бы вот поинт этого пункта. И на этих в Java мире, например, не стоит компилятор тоже шипить в production или всякие такие вещи делать. Это тоже типичная ошибка, которую Java девелоперы делают для security. То есть, если вы делаете контейнер для production, то обязательно уберите оттуда все, что можно. Чем меньше там всего есть, чем меньше там write permissions и так далее, тем лучше потом для security будет. Допустим, тоже там JCFD для отладки оставляется. Ну. То есть, обычно, когда что-то обрезаешь, то потом как раз очень неудобно что какие-то проблемы на ходу решать. Не, ну какие-то вещи ты можешь оставить. Ты можешь писать там garbage collector lock или что-то такое, но компилятор и многие другие вещи, они там не нужны. То есть, ты можешь выбрать какие-то тулзы нужны. На ранее не угадаешь. Ну, я очень надеюсь, что ты на production и компилятор не использовал сам. А может быть злоумышленники, которые хатчат твой софт, они могут воспользоваться этим. Потом в Jenkins, например, я работал в прошлом году тоже с многими крупными эстонскими стартапами известными. Я видел тоже у них вот такой вот кошмар. Они не на Java пишут, но они пишут на Node, но у них, например, в Jenkins отдельные такие пайплайны для теста, для production. То есть, соответственно, они билдят отдельно для каждого environment, соответственно, у них ограниченное количество environment, у них они не могут эти же самые билды запускать где угодно и перепроверять. Вот. Docker предлагает офигенную фичу этот multi-stage билды. То есть, когда вы пишете Docker файл, то вы можете писать несколько раз там from и билдить на самом деле как раз вот в разных стадиях. Например, я часто, когда делаю приложения, в котором есть и front-end, и back-end, то есть абсолютно разные контейнеры используются для того, чтобы сбилдить, например, там нудовские какие-то вещи, разный контейнер для Java, и потом еще третий контейнер или там уже четвертый, пятый для финального продакшеновского контейнера, с которого вырезано уже по максимуму все, что можно. Как минимум, там, jre, а не gdk и так далее. и там можно вот так из одного контейнера можно передавать часть артефактов в другой и потом это все отлично работает. И вы получаете маленький контейнер тоже в итоге, который легко запушить, передать, запустить и так далее. Процессы concurrency в 12-factor, они говорят, что ваше приложение должно состоять из одного или нескольких stateless процессов, которые абсолютно можно запускать, убивать и так далее. Это как раз именно для скалированной. Значит, что не вы решаете, когда нужно добавить новых процессов, например, вам, а оркестратор, например, снаружи вашего приложения, который контейнером занимается, он может решить, сколько вашего приложения запустить. И, естественно, и load balancing тоже. Чем меньше вы чего-то stick-ите, например, в Java мире я очень часто видел, что люди используют sticky-сессии, например, что направлять одного и того же пользователя на тот же самый нот, это плохо, потому что нот умер, sticky-сессии остались, и как бы те люди, которые там были к этому ноту привязаны, упали, либо там может из-за какой-то фигни произойти так, что у вас неравномерно распределились эти пользователи между нотами, и потом у вас один нот отдыхает, другие все мучаются, потому что там слишком много sticky-сессий. В общем, нельзя это делать. Нужно делать так, чтобы все stateless, любой request приходит в любой нот, все работает, любой нот можно убить, запустить в любой момент. Это означает, что стартап должен быть быстрый, не должно быть никакого local state-а, и я тоже все сказал, и разные типы процессоров, процессов могут быть. Например, если вы batch job пишите какие-то, то лучше их оформить как отдельные процессы на уровне операционной системе, потому что их можно скалировать тогда по-разному. Вы можете скалировать какой-нибудь веб-процесс, можете скалировать в 10 раз больше, чем скалировать batch процесс. И поэтому в Java мире мы привыкли тоже в Фреде для всего использовать, а на самом деле для всего не стоит. То есть стоит разделять те вещи, которые будут легко потом перескалировать по-разному. И всякие вещи, как crash, restart и так далее, это должны внешние тулзы об этом беспокоиться. Вам главное, что тоже в докере важно, что если вы умираете, вам важно вывалиться, как бы закрашить весь процесс. То есть если вы, например, в докере умерли, а у вас остался в ноде, такое часто происходит, у вас как бы все листы на репортов сдохли, а сам процесс бежит. Это значит плохо, значит, что оркестратор снаружи не знает, что ваше приложение сдохло, и у него пойдет время, пока он там через help check поймет это и его на самом деле прибьет. То есть нужно… То есть ты предлагаешь валить сразу и докер и кубернетес вместе тоже, чтобы все кончить? Нет, валить только свой процесс, который внутри контейнера, тогда там кубернетес или докер узнает, что процесс упал, он запустит новый контейнер и все будет как бы гладко и быстро, чтобы не нужно было там учиться с help check тогда. Это просто такая как бы проблема, которая видел, что в ноуде достаточно легко на многоосячить. В java, наверное, сложнее, но, наверное, тоже может. Вот. И demon там или systemd, они говорили про systemd, но сейчас уже про докер-демон, вот он будет заботиться о том, чтобы все бежало. Естественно, никаких java-ап серверов. В 2020 году, к сожалению, люди еще используют. Я не понимаю, почему. Говорят, что клиенты требуют, но я думаю, они врут. Они просто не умеют с клиентами договориться. Поэтому нужно всегда как бы это сейчас как бы полный фейл. То есть, если у вас какое-то приложение, куда деплоить это в этот application server, там, во-первых, они все медленные, там дебажить все сложно, вы не можете отвечать вот за весь, за все процессы, за весь как бы flow как в вашей жизни приложения, поэтому не стоит ни в коем случае. И disposability, то, что я уже немного сказал, что быстрый игра в стартап и graceful shutdown. Значит, что вы когда стопитесь, то вы должны до конца доделать, что вы делали, но не принимать уже новых коннектов. Вы, в принципе, закрываете порт, чтобы новых коннекшенов не приходили и доделываете то, что вот у вас было, чтобы все пользователи, end-юзеры, чтобы они не почувствовали, что кого-то там прибили, кто-то перепустился. Для них все должно гладко происходить. и, естественно, это тогда вам будет проще релизить, вам проще делать continuous deployment, хоть каждый день, хоть 10 раз в день деплоить в продакшен. Это все возможно, только если следовать вот этим всем вещам. Это для Java мира означает во многом то, что Hibernate, например, или какие-нибудь сложные spring сетапы, это все тоже no-go, потому что Hibernate, если вы видели, если Java приложение стартует долго, то там процентов 80, что виноват Hibernate, потому что Hibernate реально долго парсит какие-то свои вещи, инициализируется. Это ужасная библиотека, очень сложная, сложнее, чем нужно людям, поэтому не рекомендую использовать. А что использовать? Все что угодно. Сейчас миллион альтернатив появилось, как бы даже доходя до plain JDBC. Поэтому в принципе с базой можно работать гораздо более лайтвейтнее, так, чтобы вы понимали, что там происходит, чтобы нам было легко дебажить. Hibernate уже перестал этим быть, там уже ничего несложно, ничего не легко дебажить, долго стартует, медленно работает и так далее. Spring то же самое, если вы слишком много переиспользуете какой-нибудь там dependency injection, у вас немерено бинов, они все долго инициализируются, Spring за вас ищет зависимости, кто от кого зависит, в какой в каком порядке кого запускать, это все тоже замедляет ваш стартап, естественно, это тогда у вас на продакшене может потом аукаться, если вы будете долго переподнимать какие-то процессы, которые там упали и так далее. и вам самим в девелопменте постоянно приходится ждать, если у вас долгий сетап, это как бы плохо. Нужно стремиться к тому, чтобы приложение быстро стартовало и это достаточно легко, то есть очень многие сейчас новые есть фреймворки и так далее, а еще лучше без фреймворков хопа и побежало и все быстро, если это ставит себе целью. И это означает, что вы не тратите зря время во время девелопмента, потому что это самое ужасное, когда запустил что-то и пошел, ладно, пойду за кофейком, возвращаюсь, до сих пор не работает, нужно еще что-нибудь придумать себе, что поделать, вместо того, чтобы реально писать какой-то продуктивный код или исправлять дизайн рефакторинг и так далее. Если вы пишете эти бач-процессы или воркер-процессы, то для них важна эта единпотентная операция, это значит, что если он закрашился, то есть в принципе весь софт желательно должен быть хорошо устойчив. Если по какой-то причине он не смог доделать, что он начал делать, то если он перезапускается, он должен понять, где он остановился и доделать все красиво. Многие люди для этого используют сложные фреймворки типа SpringBatch или что-то такое. Это опять же решение несложной проблемы очень большой страшной пушкой, которая очень сильно аффектит качество кода и так далее. То есть нужно делать просто так, что например когда вы загружаете данные, которые вам нужно обрабатывать, вы всегда как бы загружаете только те данные, например, которые еще не обработали. Вы же знаете, что вы будете с ними делать, поэтому можете всегда проверить и получить как бы нормальное состояние, которое вам нужно. Вот. И они еще говорят про development production parity. Это естественно, что чем ближе они друг к другу, тем лучше. Поэтому и тогда всякий continuous deployment и так далее проще делать. Docker Compose опять же это все упрощает для вас. Вы можете запустить там любые депенции, которые вам нужны. Насчет логов. Логи нужно к ним относиться как это ивент стримы. То есть в принципе каждая строчка лога она должна быть самая достаточная более-менее. Там должен быть контекст. Нужно понятно как бы если что-то упало, то с чем это связано. С каким действием, с каким реквестом угодно. Какие-то там должны быть дополнительные поля всегда. И естественно не стоит как бы относиться к логам как к глиботе. Это очень часто я видел. Дебаг логи везде. Весь код UCN дебаг логами. Код вообще фиг прочитаешь, потому что там шума много по сути. И потом когда все это запускаешь, там даже дебаг логи, которые еще с инфолевела, например, они при запуске все равно все владят просто настолько весь лог, что там уже реально ничего найти и ничего понять, что там происходит. Просто уже слишком много информации. То есть нужно относиться к логике только то, что нужно. И когда логике, чтобы был контекст правильный. Это достаточно просто делать, но бывает, что с такими вещами люди почему-то ошибаются. Файл менеджмент логов. это нужно оставить тоже оркестратору. Пишите все в стандарт out и оркестратор знает, куда их положить, куда их дальше послать, как их там, что с ними сделать. Это еще лучше для девелопмента, потому что вы тоже сразу видите логика, запускаете свое приложение. Вот. Да. И естественно приложение уже дальше, оно должно стартовать просто out of the box, что как говорится батарейки included. сразу после клона и оно должно запускаться и из command-line, например, как вы там продокументируете у себя где-нибудь в readme, и также из своей IDE, под дебаггером и так далее. Это очень важно, что вы умеете запускать свое приложение и особенно с дебаггером, потому что не все проблемы бывают такие тривиальные, что вы их можете понять только читая код, вам иногда нужно все-таки простепить свою программу, особенно какие-то там вещи связанные с синхронизацией и так далее. Чтобы не было никакой волшебной палочки нужного. Тут мы приходим к developer experience или developer usability. Это сейчас такой уже hot topic становится, и это сейчас многие сервисы, которые проводят свои API для кого-то, они сейчас очень сильно говорят про developer experience. Это как насколько легко девелоперу взять в первый раз и начать работать с вашим API или с вашим проектом и так далее. И этим уже кучу лет, уже десятки лет занимались все open source проекты. Потому что если contribute в ваш open source проект сложно, никто contribute от него не будет. Поэтому многие open source проекты старались, уже делали этот developer experience, а почему-то в индустрии многие девелоперы думают, что неуважительно относятся к своим коллегам и думают, что разберутся. Я вот этого какашек напишу и пусть будут мучиться запускать. Если кто-то уже потратил 200 туда неделю уже знает как запускать, он уже думает, все вроде понятно, я уже умею, у меня уже тут кнопочки появились для этого, я теперь запускаю. А потом приходит новый девелопер и опять мучается неделю. Значит, что нужно использовать тоже хорошие IDE, хорошие tools, нужно шарить конфигурации IDE между team мемберами, чтобы вместе быть как бы on the same page, чтобы писать код в одинаковом стиле, чтобы был этот коллектив code ownership как в agile, что каждый может редактировать любое место в коде. Для этого стоит писать очень короткий readme тоже в каждом проекте, это гитхаб тоже уже всех более-менее научил. Если длинные readme получать, значит все плохо, значит нужно скорее всего не readme переписывать, а как бы свой сетап упростить, сделать что-то оптимизировать лучше для других девелоперов. По сути для девелопера самое важное, чтобы ничего не нужно было ждать, чтобы можно было, чтобы все понятно, очевидно, меньше надчитать лучше, это значит, что код должен быть понятный с первого взгляда, какие-то конфигурации понятны с первого взгляда, как все запустить, все должно отвечать expectations, так же, как правило дорожного движения, знаете, что чем когда вы едете, тем это безопасно, если вы как можно более предсказуемо себя ведете, вот если ваш проект себя ведет тоже предсказуемо, это значит, что это хорошо для других девелоперов. Есть пример такой интересный из индустрии, что Apple, компанию, которую все любят, она очень заботится о user experience, о своих конечных пользователей, но достаточно не любит своих девелоперов, то есть там девелопер experience, они часто заставляют девелоперов именно мучиться для того, чтобы чего-то у них получилось сделать. Это пример, чего не надо делать, но Apple могут себе позволить, они полтора триллиона уже стоят, у них много денег, а мы остальные не можем себе этого позволить, не должны мочь. пример хорошего девелопера experience, GitClone посмотрел Readme, Docker, Compose, написано, что запустить базу можно так, Docker, Compose, AppDB, и Hiraq запустил свое приложение, все заработало, побежало, и никакой магии. И потом естественно, тесты должны тоже заработать без всякой магии, пишите Gradle Venn, например, если вы используете Gradle, пишите тест, тесты все запустились, пробежали. Тесты тоже абсолютно независимы от каких-то там внешних вещей, от чего-то там в своей системе подделать нужно еще, чтобы этого ничего не было. Это все звучит как common sense и так далее, но не знаю, может быть, в вашем проекте тоже есть проблемы, потому что я вижу, что наверное, в двух проектах из трех, которые меня сталкивают, с этим есть проблемы. Реально. Тесты должны тоже просто работать. Кто скажет? Не то, чтобы вы их запускали часто, потому что медленный тест я буду запускать раз в день, естественно, он будет постоянно поломанный, я думаю, думать, а может вообще их удалить, потому что они только мешают работать. Быстрые тесты вы запускаете постоянно, они вам дают фидбак сразу. Я поменял чуть-чуть кода, запустил тесты, они быстро пробежали, несколько секунд, я как бы готов двигаться дальше. Я не ждал долго, я как бы уверен, что все хорошо. Контроль они дают. Из IDE тесты тоже должны запускаться, это тоже многие люди забывают, что они делают, что опа, там из Redlice, Maven, все запускается, нормально, из IDE нифига, что-нибудь опять там нужно руками подкрутить, подделать, там, так далее, это плохо, нужно стараться, чтобы запускалось везде, потому что, опять же, иногда нужно подебажить, и вообще, как бы, из IDE гораздо удобнее это все быстрее запускать, открыли тестовый файл, запустили, работает. И тесты нужно еще делать так, чтобы их можно было запускать one by one. То есть, иногда я меняю какую-то один конкретную вещь, запустил только этот тест. Либо, например, этот тест упал, я только его запускаю, смотрю, что с ним, чтобы мне не нужно было ждать долго, пока через все тесты пройдет, чтобы дебаггером можно быстро посмотреть, в чем дело. Вот, естественно, никаких dependencies, никакого мануального конкурирования, никаких ужасных дополнительных профилей, которые нужно включить, чтобы все магически заработало. Опять же, это очень часто бывает. И, естественно, test-driven development, опять же, из agile, это тот метод, который дает вам возможность посмотреть, что ваш код работает, working software, каждую минуту там и так далее. То есть, вы пишете чуть-чуть, написали чуть-чуть теста, написали чуть-кода, запустили, working software, отлично, пошли дальше. Тоже очень хороший метод, который многие почему-то не используют. Когда я говорю про быстрые тесты, я имею в виду, например, вот такую штуку, что 30 секунд на 10 тысяч тестов, это, как бы, я считаю, что приемлемо. Это пример из реального проекта, из CodeBorne. Естественно, это не получается просто так. То есть, если вы пишете свои тесты слишком интеграционными, а менее юнит, то, естественно, они не будут так быстро работать. И вы понимаете, что если у вас большой проект, если у вас 10 тысяч тестов, это значит, что каждые 10 миллисекунд, которые вы случайно добавили в каждый тест, это приведет к вам к катастрофическому падению при перформансе. Был вопрос? Да, у меня был вопрос. Вы просто говорите постоянно тесты, 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 но только в последнем предложении нам реально сказали, что вы имеете в виду юнит-тесты, потому что для меня, например, по тестам, ну… Я имею в виду все тесты автоматические. Если это, например, какие-то интеграционные или n-to-end-тесты, ну, здесь, наверное, я не знаю, можно 30 секунд положить. Да, естественно, n-to-end. В данном случае это статистика для юнит-тестов, но это значит то, что тесты должны быть юнит. Это мой поинт, потому что я вижу, что люди очень часто не понимают, зачем нужно писать юнит-тесты, думают, я запишу к интеграционный тест, у меня в моем крутом фреймворке есть там аннотация add spring test или там add какая-то другая spring test, она за меня все поднимет и мой тест пробежит, ну, естественно, оно все будет подниматься там несколько секунд, потом пробежит мой тест за 5 миллисекунд, потом оно все бухнется, потом следующий тест запускается, опять несколько секунд уходит на поднятие чего-то, тест запускается, все бухается. Естественно, в такой ситуации у вас 100 тестов будет занимать уже 30 минут и вы как бы уже не захотите писать новых тестов. В принципе, мой поинт в том, что нужно всегда писать много юнит-тестов и мало других тестов. звучит как-то невероятно. На 30 секунд 10 тысяч тестов, даже если у всех память прогружено и ничего на них не уходит, я себе даже не представляю. Ну вот. Это вы сам обманом занимаетесь, вам кажется, что вы запустили 10 тысяч тестов, а там а везде все равно ты можешь главное стремись к лучшему, ты можешь не достигнуть, но стремись к этому. На самом деле это правда. И для этого, естественно, нужно работать. Я советую тем, кто не знает, как это достигнуть, есть офигенные толки Джей Би Райнспергера, который к нам в Таллинн тоже несколько раз приезжал. Он делал еще в 2005 году офигенные толки, вот как им написать быстрые юнит-тесты. То есть это значит, что чем это значит, что когда вы пишете тест, вы должны тестировать только свой код. вы не должны тестировать весь код, куча кода, который написал кто-то другой перед вашим кодом и после вашего кода. Это крайне важно, чтобы они были быстрые. Еще? Да, да. И вот второй момент. Вы используете пример по поводу базы данных. Ну, на самом деле пример, который вы предъявили, он плохой. То есть когда, говоря, у тебя после каждого теста переподнимается контекст, пересоздается connection с базой данных. То есть это неправильно. Но как вы относитесь вообще к интеграционным тестам и тестированию кода в связке с базой данных. Потому что в любом случае я уверен, что, наверное, во всех проектах есть такие тесты. Ну, во всех, как вы сказали, уборки software должны быть такие тесты. Интеграционные тесты нужны, но они должны тестировать более-менее happy path. То есть их должно быть мало, а их должно быть как бы just enough. и они должны тоже тестировать не весь ваш преймворк, а, например, если вы пишете, хотите протестировать, что ваше там где-нибудь репозиторий с киндселектами работает, вы запускаете только этот репозиторий и только с этими селектами. Вы не запускаете это все через UI и через кнопочки end-user. Это важно, что вы тестируете, как можно меньше слой уменьшаете для себя, но вы можете иметь как бы такие многослойные тесты. Это я не говорю, что это нельзя. Их нужно тоже писать, но они должны быть как можно меньше слоев затрагивать, чтобы быть быстрыми, чтобы поломки были очень очевидны, как бы что конкретно сломалось. И об этом нужно постоянно заботиться, потому что многие девелоперы просто так тяп-ляп или пишут тесты, которые реально медленные, они могут работать сейчас, и пока у вас там 10 тестов, это может быть окей, но когда у вас будет там много тысяч тестов, это будет уже совсем не окей. И тогда уже будет поздно это все переделывать. Да, что вы быстро понимаете, что когда, почему они падают, эти тесты именно должны быть более юнит. Их еще в аджайле сейчас многие умные люди их пытаются назвать микротест, потому что микротест это как раз может быть больше поинт приносит. Что такое юнит, никто не понимает. Майкротест очень маленький тест. Всякие контексты не инициализировать, то есть вы не должны тестировать сам спринг, он справится, вы должны тестировать только свой код. Чем меньше вы магии используете, тем лучше, потому что магия тестируется очень сложно. Магия тестируется очень медленно. То есть если вы используете кучу аннотаций в своем коде в джамском, то это значит, что у вас тесты скорее всего будет медленнее, если вы реально хотите протестировать всю эту магию. Так что чем меньше магии, тем быстрее все и лучше продуктивность. Вот. Естественно, никаких реальных серверов не нужно стартовать в ваших большинстве тестов, никаких HTTP-реквестов, то есть тестирование через HTTP-реквесты это всегда полное зло, потому что вы тестируете, как кто-то другой заимплементил HTTP-протокол, как драйвер посылает байтики между интерфейсами в обсистеме, и только чуть-чуть вы тестируете своего кода. То есть вам не нужно все это перетестировать, то, что другие за вас написали, а вам нужно тестировать только свой код. Поэтому тест-контейнеры, например, вот я недавно с этой презентации был, там как раз на конференции был один из авторов тест-контейнеров. Тест-контейнер это хорошо для ваших нескольких тестов, которые как бы такие очень интеграционные, но как бы для большинства тестов no go, нельзя. И ваши интеграционные тесты, да, которые вы пишете, все равно в любом случае они должны быть тоже быстрые. Естественно, они не такие быстрые, но, скажем так, несколько минут это окей, на все ваши тесты, если полчаса, это уже так совсем плоховато, а если там еще больше, то совсем плохо. Вот. Все, наверное, знают эту библиотеку, которая UI-тесты помогает хорошо писать. Тоже это достаточно можно быстро делать. То есть мы на этой библиотеке пишем достаточно много таких интеграционных тестов, которые бегут даже с UI-а до базы, и они бегают реально быстро. Но об этом нужно опять беспокоиться, как сделать, чтобы они бегали быстро. Нужно не тратить лишнее время. Например, если вы логин уже протестировали, вам не нужно в каждом тесте опять делать логин и всякие такие вещи. Вот. Миграции баз данных. Очень популярная тема. Нужно обязательно использовать. Базу нужно уметь всегда автоматизировать создание базы со всей схемы и так далее автоматически. И любой другой environment, который вам нужен. и естественно, что я сейчас вижу, что люди используют до сих пор, руками запускают SQL-скрипты, есть до сих пор такие динозавры, которые очень job security беспокоятся или по-другому не умеют просто. Вот. И естественно, все миграционные должны быть как часть кода. То есть, естественно, как создать вашу базу данных, все схемы, должно уметь создавать само приложение. быстро должны это все создавать. И это нужно обязательно делать в рантайме. То, что ошибку, которую я постоянно вижу, что почему-то у всех популярных тулзов, как там LiquidBase, Flyway, у них есть Maven или Gradle плагины. Это вообще зло. Это абсолютно нельзя использовать ни в коем случае. Это означает, что вы создаете свою базу at build time. Если вы создаете базу at build time, это значит, что у вас build time и run time они жестко сплетены. Вы не можете уже запустить ваше приложение в другом месте после билда. Вы только где ее сбудили, там она и запустится. Поэтому нужно всегда запускать либо отдельным процессом эти базовые миграции, либо вместе со стартапом приложения проверить версию базовой, ее домигрировать, если надо. Это самое лучшее, потому что не нуждается никакой посторонней помощи. Никаких сисадминов не нужно. Открытие может быть отдельным процессом. Да, но вредал запускать опять же в продакшене это плохая идея, я бы сказал. Так же, как и компилятор, так же, как и любой build tool не должен быть в продакшене. Кроме того, вредал весит 300 мегабайт. Зачем этого фигачить в продакшене во все свои инварменты? А чтобы злой админ узнал, для этого сделать его маленькую статус-страничку, где он может посмотреть. Всякие даже spring boot, они это все тоже бесплатно предлагают почти. А если на deploy, тогда как запустить бут? Как срипты запустить? Да. Запустить через приложение. То есть, либо сделать отдельный процесс внутри как бы build приложения, который может админ запустить, чтобы поднять базу, но лучше всего, когда само приложение стартует, оно законнектово с базу, посмотрело, какая там версия и все доделал. Еще лучше, когда там отдельные юзеры используются для создания базы и для чтения и работы с базой. Некоторые клиенты не хотят, чтобы на deploy это происходило, потому что хотят контролировать. Не, но если они хотят контролировать, тогда сделайте для них отдельный процесс без грэдла. То есть, это достаточно легко все запускается. Без кода это гораздо проще все конфигурировать, чем потому что здесь есть очень большая разница, что вы, когда можете что-то сделать, например, в девелопменте, если у меня будет такой клиент, который скажет, ни в каком случае не хочу, если я не смогу его переубедить, что может быть вряд ли, то я сделаю так, что я напишу один код, который будет на меня работать, я смогу его запустить и в моем приложении, в девелопменте, и в тестовых средах, везде оно будет запускаться автоматом, а если этот чувак очень хочет, я для него напишу один маленький мейн-метод, который он будет дергать руками в продакшене, если он очень хочет, и через какое-то время он может поймет, что он ошибался, и мы с ним договоримся, что мы убираем мейн-метод и запускаем все автоматом. Обычно так происходит. Но я код не буду переносить никуда, у меня уже написан в том месте, в котором я могу его пустить и так, и так, и как угодно. Если вы написали свой код в XML для Мейвена, то его очень сложно портировать под любую другую запускалку. И кроме того, его еще писать очень сложно, потому что в XML никогда не рассчитывался, чтобы быть Turing Complete языком программирования. Вот. Что? Это все дает? Показываешь на вопрос? Да, да. Ну, здесь, наверное, не вопрос, а, да, хотелось для себя уточнить момент. Просто если мы переносим накатывание миграции в код, то может произойти ситуация, когда у нас, например, несколько контейнеров, да, и у нас есть контейнеры, ну, то есть мы используем любые employment, да, у нас один контейнер поднялся, он проапдейтил базу, но старые контейнеры работают еще со старым, ну, со старым. Да, эта проблема, она в любом случае есть, независимо от того, когда ты запускаешь там тогда или тогда. Эта проблема решается так, что любая миграция базы должна быть всегда backward compatible как минимум на один build, там, это один production deploy. А иначе ты не сможешь сделать за 0.9 deploy. Да. Вот, поэтому я и говорю, что этот процесс возможно усложняется. Поэтому, некоторые люди, допустим, делают две базы данных, да, то есть на одной базе накатили скрипты, подняли всю, подняли новую версию приложений, переключили на новую версию базы. Это гораздо сложнее, естественно, репликация данных. Поэтому я в любом случае рекомендую делать так, что любое изменение, которое ты делаешь в миграционных скриптах, оно всегда backward compatible, как минимум там с одним релизом и так далее. Это значит, что всегда можно откатить билд на старый и старый будет всегда работать с новой базой. И всегда можно потом делать клинап уже через некоторое время. То есть после того, как все стабильно пошло, например, я добавил новых колонок, я не удаляю старые, пока я не увидел, что все в порядке, и потом только я уже в следующих билдах удаляю старые. То есть это достаточно легко делать. Что? Тогда их нужно тоже всегда делать так, что каждый шаг он backward compatible. Нет, нет. Это можно всегда сделать так, что, например, в старых колонках остаются старые данные, вы делаете новые колонки, мигрируете данные или в новую таблицу с этим работаете, потом дропаете старые, когда все в порядке. Говорим дальше, да. Не знаю, скоро меня будут сюда выкидывать, но попросили подольше. В общем, все это нужно для того, чтобы был turnaround быстрый, фидбэк быстрый. Потому что Agile это все about feedback. Чем быстрее вы получаете фидбэк, тем эффективнее вы работаете. Сразу знаете, что вы что-то сломали. Вы контролируете свой проект, самое важное. Если вы его контролируете, вам нравится над ним работать. Потому что, если вы его не контролируете, обычно вам не нравится над ним работать. Вы как бы мучаетесь. сложность. Почему-то многим людям тоже нравится сложность. Как я сейчас слышал, пример того, что давайте решим простую проблему тем, что мы будем поднимать две разные базы, реплицировать между ними данные, потом их опускать в разном порядке. Это все очень сложно. Это можно заставить работать, но это реально, как бы, там возможность ошибиться очень большая. Почему-то вот многим людям нравится изобретать сложные решения простых проблем. Я вот до сих пор для себя не понял. Я вот, можно сказать, уже много лет думаю над этой темой, почему это так, но, видимо, люди недостаточно как бы стремятся упростить себе жизнь самим. То есть иногда тяп-ляп, первый solution заработал, фигак, отлично, дан. Можно пойти там пить пиво или так далее. На самом деле, когда у вас первое что-то заработало, нужно всегда потом посмотреть на что у вас получилось и подумать, а как я могу теперь это все улучшить, упростить, рефакторить и так далее. Это вот очень важный шаг, который нужен всегда в процессе нашей работы как программистов. То есть оверенжиниринг везде. Просто жесть. Слишком много вот этих частей делают. Чем больше частей, естественно, чем больше вы микросервисов нафигачите слишком рано, тем больше вы с ними будете мучиться, мучиться, потеряете эффективность. То есть нужно вводить новые отдельные компоненты и так далее, только тогда, когда вы реально уже уверены, что вам они нужны и что они вам дадут больше плюсов, чем проблем. А очень часто сейчас все идут в популярную микросервис, и давайте сразу новый проект до MVP еще писать на микросервисах и, естественно, скорее всего, деньги закончатся раньше, чем MVP будет готов. поэтому нужно инвестировать время реально, силы, желания, самое главное, в то, чтобы каждый свой solution упростить. То есть всегда все можно сделать проще, чем вы это с первого раза сделали, поэтому нужно чуть-чуть подумать. И эта инвестиция, она очень сильно вам потом самим поможет. Вам потом меньше все мейнтейнить будет, другим будет меньше мейнтейнить, вы потом будете больше, у вас опять же будет больше времени на пиво останется, чем если вы тяп-ляп и пошли пиво пить. Потом вам звонит злой админ, говорит, все сломалось и все. Я сказал, сначала у вас что-то начинает работать в вашем коде, потом вы это делаете чистым и простым. Всегда нужно так делать. Ну, естественно, этот чувак говорил, что можно все делать простым, но нельзя слишком простым сделать. Это тоже важно. То есть всегда нужно искать баланс для себя. интуиция у опытного девелопера должна помогать. Когда уже стоит не идти дальше еще на упрощение, может быть, это уже не стоит того, и когда, например, вы видите, что вот это точно еще стоит упростить, потратив на это столько-то времени. Клинкот. Это книжка Анкл Боба, кто не читал, рекомендую. В книжке есть даже такое предисловие, это там написано Boy Scout Rule. Это оставьте свой кемпинг чище, чем он был до вас, по сути. Это вот очень важно на любом шаге нашей работы профессиональной. Если мы считаем себя профессионалами, мы должны себя вести так, потому что Boy Scout тоже, надеюсь, что Girl Scout делают то же самое, они видели, что что-то валяется. Я, в принципе, в лесу себя тоже так веду. Я пришел в лес, я смотрю, что-то валяется, я это уберу, потому что это никто не уберет другой, если кто-то вот такой, как я, это только не сделает. Поэтому то же самое нужно и в коде. Видите, ерунда, что-то плохо, читайте код. Если вы уже туда попали, если вы уже там находитесь, исправьте. И это означает, как раз, вы это можете сделать только в том случае, если ваши тесты реально быстрые. То есть если у вас тесты не быстрые, то вы скорее всего подумаете, а вот я сейчас это исправлю, у меня займет там 10 секунд сделать эту поправку, а потом у меня займет 30 минут, чтобы это сбилдить, и потом еще 30 минут, чтобы проверить и так далее, и вы подумаете, ну нафиг. И вот для этого нужно быстрые билды. Что? Нахожешь бумажку в этом кемпинге? Надо ее не самому убирать, а найти того гада, какую-то бумажку. Да, это тоже. Заставить его убрать. Да, я когда вижу курильщиков, кидающих хапцы на землю, я их реально ругаю. Советую вам тоже то же самое делать, потому что нельзя так делать. Нельзя так к своему коду относиться, нельзя хапцы кидать в своем коде. Вот. Правильно говоришь. В общем, нужно как бы относиться к своей работе как бы к чему-то важному. Нельзя как бы так на наплевательский относить. То есть нужно, тот код, который вы пишете, это тоже, это наш крафт. Это как бы мы, как там ремесленники, как крутые чуваки, мы пишем красивый код, чистый, мы должны наслаждаться и быть гордыми за то, что мы сделали каждый день, когда мы уходим домой с работы. И нужно этого не забывать, что вот гордость, вот если вы не горды своим кодом, значит, стоит, наверное, его еще порефакторить, поменять и упростить. Если вы горды, тогда все классно, тогда можно показывать следующее, другим коллегам, и говорить, смотрите, как я классно написал, чтобы они тоже у вас учились. Нужно вот беспокоиться о нем и заботиться. Фреймворк Jail тоже стоит упомянуть. Это многие люди как бы себя вот эту тюрьму загоняют очень легко. Берут какой-то фреймворк, который контролирует все ваше приложение, вы полностью как бы отдаетесь этому фреймворку, вы делаете все так, как фреймворк вам говорит. Вроде фреймворк вам обещает быстрый там turn around в начале, быстрый там, может быть, продуктивность хорошую, до тех пор, пока вы не поймете, что фреймворк перестал кто-то мейнтейнить, или там баги вы нашли, или он в продакшене падает при большой нагрузке, а как бы в девелопменте работает, и тогда вы все пропало. То есть, если вы как бы отдались себя фреймворку, вы себя заключили в эту клетку, вы не можете оттуда больше выбраться. Это значит, что весь код, который вы пишете, должен быть независим от фреймворков, от библиотек. То есть, фреймворки нужно использовать, конечно, не слишком много, и не слишком инвазивные, чем они более, такие, микрофокус фреймворки, это значит, тем они более качественные. Если фреймворк делает много всего, это значит, скорее всего, где-то у него есть какие-то косяки. То есть, выбирайте такие фреймворки, которые вам проще контролировать, которые вы можете изолировать очень легко в своем коде и вызывать его, например, всегда через свой какой-то фасад или интерфейс. И этот фасад может быть очень такой тоненький, но идея в том, что вы всегда сможете поменять, когда вам понадобится, вы сможете зареимплементить какие-то фичи в нем, и вы не будете никогда вот в этой ужасной ситуации, когда у вас нет выхода и как бы все пропало. Я бы смогу попробовать. А скринги использовать или нет? Я не использую. Вы можете использовать, если вам нравится, но не зависти от него слишком много. Ни от какого фреймворка нельзя зависеть. Потому что нужно писать свой код так, чтобы он и без спринга тоже работал и запускался. По определению, библиотека отличается от этого фреймворка тем, что фреймворк вызывает твой код, а в библиотеку ты вызываешь. Да. Именно поэтому библиотека гораздо лучше, чем фреймворк. С фреймворком всегда проблема. Поэтому всегда пишите свой main метод обязательно. Если вы не написали свой main метод, значит, скорее всего, вы используете фреймворк, от которого будет сложно потом избавиться, если что. И значит, что каждую dependency вы можете легко заменить, кого нужно. И так, напоследок уже интересный такой топик, как эрозия софта. В принципе, это, да, это не вот такая красивая штука, как там есть в Штатах, в Southwest, а это вот что-то скорее такое. Такое, что-то раньше работало, а потом перестало, все развалилось и стало плохо. Когда-то, когда я был молодой и ничего не умел, то я читал таких Hackers Dictionary, я был такой классный еще в 80-е годы, я вот читал уже в 90-е, я думаю, там был такой церемонт, тоже как BitRot. Это как бы гниющие биты. И там приводились много интересных, забавных причин, почему это может происходить. Например, Cosmic Race, которые из космоса через атмосферу проходят и флипят биты на вашем каком-нибудь Storage Main Medium или там что-нибудь такое. Всякие такие классные сказки рассказывали. Это все классно, как бы как фан, но я в сказки не верю. Я тоже вижу, что очень часто девелоперы тем не менее девелоперы вроде технические люди, мы как бы понимаем, как мир работает. А тем не менее почти все девелоперы у них, они верят в какие-то легенды. У девелоперов тоже есть много легенд, например, даже в своем проекте. Вот эта штука, например, она обязательно нужна, потому что она нужна, потому что эту легенду передают от акцию сыну и все в это верят. Или бы там какая-нибудь проблема, например, она появилась, ее там невозможно решить, или ее решить можно только так, а по-другому нельзя. Эти все легенды, а еще самое главное, это когда девелоперы верят в какой-то вот такой рандом, типа Cosmic Race. Например, мой софт иногда запускает, работает, иногда не работает. И девелопер говорит, ну это, блин, какая-то мистика, ну вот ладно, будем мистика, значит оставим ее, не будем ей заниматься. Никогда нет никакой мистики. Всегда, в нашей профессии всегда есть нормальное, понятное, разумное объяснение всем феноменам, которые мы встречаем. Никогда не стоит верить в легенды и в мистику, нужно всегда сесть, разобраться, посмотреть. Обычно, если вы в девелопменте какую-то мистику увидели, и подумали, ну ладно, этого, наверное, больше никогда не случится, это было что-то совсем непонятное, то знаете, когда это случится? Когда у вас будет юзер использовать вашу систему, и все развалится. И тогда вы будете уже, будет вообще тяжело разбираться и фиксить там все, что произошло из-за этого. Любую мистику, когда вы увидели, если что-то происходит в вашем софте, что вы не можете объяснить, обязательно посмотрите, разберитесь прямо сейчас. Это должен быть самый высокий приоритет. Насчет битрота дальше и софтуру оружия. Анкл Боб тоже твитил недавно, писал то, что почему-то в нашем, как бы, мире считается в софтер-девелоперах, что это окей, что софт становится все хуже и хуже со временем. Почему-то люди это акцептируют как данное, как факт. То есть мы девелопим софт, и чем больше у девелоперов, чем больше его делают, тем он становится все хуже, некачественнее, грязнее и как бы не разобраться с ним. И потом приходит кто-то и говорит, я знаю, как мы справимся с этой проблемой, давайте делать полный реврайт. В этот раз мы сделаем все хорошо. И потом, естественно, делается реврайт и что происходит, он опять становится все хуже и хуже. И это ненормально. Это не нужно на самом деле акцептировать как норму. И вот Анкл Боб тоже написал, что софтвер, который вы хорошо заботитесь о нем, если вы вылкрафт делаете, оно, качество становится лучше со временем. То есть вы постепенно пробуете какие-то идеи, вы понимаете, что что-то работает хуже, вы это рефакторите, делаете лучше и в итоге ваш софт становится лучше. Он становится больше соответствовать вашим бизнес-требованиям, каким-то дизайну, который там нужен в плане технического дизайна. И нужно это принимать как норму и ничего другого. Не акцептируйте то, что софт становится хуже, когда вы пришли на мой девелопер, или вы его долго писали. Насчет вот этого софта эрозина есть еще различают два типа. Это бывает как бы активная эрозия, это когда вы реально сидите и сами портите свой софт. Вот это то, про то, что я тоже что говорил. И второе, это как бы спящая эрозия, это когда ваш софт просто долго лежал и как раз произошел этот же самый битрот, просто сгнил. и вот против битрота раз Хироку придумал вот эти 12 факторов, что если вы следуете вот этому очень маленькому контракту со своей окружающей средой, то тогда ваш софт не будет сгнить, то есть он будет реально продолжать работать, когда уже даже там все об системе и все вокруг вас поменялось. если и самое главное это как бы достаточно просто предотвратить, вот с этим нужно работать гораздо больше, чтобы активно не портить софт, то есть нужно реально заботиться постоянно на каждом шаге во время девелопмента. Насчет typeset я бы еще хотел добавить, что на самом деле софт постоянно нужно рефакторить, чтобы не было вот этого вот активного как бы битрота. И чтобы это делать как бы проще всего использовать конечно же язык с typeset. То есть если вы например пишете на динамических языках, то таких там PHP, Ruby, Python и так далее, подумайте о том, что может быть как бы крупную систему, там следующую или текущую можно как бы как-то получше делать, потому что динамические языки они хорошо, они дают может быть более быструю продуктивность в какой-то момент, но они реально их невозможно рефакторить. Когда я спрашиваю, когда все пишут, я на Ruby пишу, офигенно, у меня там куча кода написано, сотни тысяч строк кодов, ну и как рефакторить легко? Конечно легко, точнее мы этого не делаем вообще, зачем им нужно рефакторить. Это обычно ответ вот тех людей, у кого кто пишет на языке, который не рефакторовал. Нет, можно писать рефактор, можно делать, если использовать тесто. Можно, да, но это сложнее гораздо. То есть про что я говорю, что Type Safety оно не заменяет тесты в том смысле, что оно не проверит ваш софт корректно или нет. Компилятор никогда не проверит, что ваш софт работает. Он только, у него есть достаточная информация, не у компилятора, даже у IDE, чтобы автоматически рефакторить ваш код. То есть рефакторить вам гораздо проще, если у вас эти типы, они более эксплицит и прописаны в коде. Компилятор знает, что это, где есть что, а не Duck Typing, и он знает, что когда вы это меняете, в одном месте его нужно менять везде. То есть это чисто для автоматизации рефакторинга очень полезно. Я недавно, в прошлом году я переводил тоже один крупноэстонский стартап, который пишет на ноуде, на джаваскрипте. То есть они дошли до того, что они потеряли… Я сейчас называю разные компании, кстати. И я их переводил, помогал им переходить именно с джаваскрипта на TypeScript, потому что они дошли до того, что реально уже сложно стало что-то менять. И они, естественно, как вы догадались, они никогда не меняли ничего у себя. То есть тот код, который написали, он всегда оставался. А не всегда им было безопаснее написать новый код рядышком, потому что старый код вдруг поменяешь, а вдруг его кто-то использует как-то неизвестно как, тестов тоже было мало, и поэтому код менять было опасно. И, естественно, переход на TypeScript и писание тестов очень сильно помогло, чтобы это все исправить. Надеюсь, что они дальше с этими продвинулись. В общем, поэтому сейчас любое серьезное JavaScript development сейчас переходит на TypeScript, и вам советую, если вы это еще не делали. Даже в Python 3.5 появились Type Hints. Это тоже, чтобы, опять же, заенейблить этот автоматический редакторинг, потому что сейчас это большой тренд, и стоит на это обратить внимание. Well-crafted software, это значит, что это значит, из того, что я все говорил, что это, когда вы делаете это профессионально, когда вы реально мастерство свое туда вкладываете. То есть профессионализм это самое вот главное слово, которое сейчас говорят, что, например, крафтсман, это, например, на некоторых конференциях говорят, это не инклузив, там, крафтсман это мужчина, а что с женщинами? И поэтому можно использовать слово профессионал. Это подходит к любому полу, к любой расе. Нужно, как бы, реально делать работу профессионально. Нужно заботиться о своей работе, о своей, как бы, результате работы и коллегах. Это значит, что вы это все должны постоянно мейнтейнить в рабочем состоянии, чтобы всем было легко, удобно подключаться, переключаться между проектами. Всегда ищите простой салюшен, именно поэтому иногда нужно на это потратить чуть больше времени, но это окупится, опять же. Никогда не слушайте Stack Overflow. На Stack Overflow очень часто видел, как говорят, что что-то сделать невозможно или можно сделать только так, а потом оказывается, что нифига, на самом деле все можно гораздо лучше сделать. You can go needed. Это тоже нужно своим коллегам и себе повторять, что не делать то, что вам сейчас нужно. Потому что чем меньше вы делаете работы сейчас при вашем текущем знании вашего бизнес-домена, тем лучше вы можете сделать код потом, когда вы узнаете свой домен лучше. и поэтому в принципе так как Agile это все итеративный процесс, то наши клиенты очень часто, заказчики, они на самом деле не знают, как решать их проблемы. И мы можем им очень хорошо помочь и себе тоже, тем, что мы будем демонстрировать им регулярно рабочий софт, чтобы они видели как бы как его нужно дальше развивать в каком направлении. И в плане Developer Experience лучше быть как бы счастливым, чем вот таким замученным девелоперам, которым нужно работать на проекте с неработающими тестами, которые непонятно как запускать и так далее. Антуан Десен-Экзупери тоже говорил, что вот перфекшн нужно достигать, но это не когда вам больше нечего добавить, когда вам больше нечего убрать из вашего работы, системы и так далее. Тогда можно творить хорошие дела. Спасибо. Спасибо. А можно вопрос? Конечно. А почему все-таки как бы Docker окей, а Kubernetes это зло? Потому что Kubernetes это в принципе очень сложный враппер над Docker. То есть в принципе Docker это хорошо, потому что вообще контейнеризация и изоляция это хорошо. А Kubernetes это очень сложный оркестратор, который сложно настраивать и сложно с ним работать. я не говорю, что он не окей. То есть любой тул можно использовать хорошо, можно использовать плохо. Просто я вижу, что Kubernetes почти все используют плохо. Что какие-то ужасные гигантские конфигурации пишут, не пользуются вот этими основными basic фичами Docker, например, автодискаверы через DNS и так далее. Они огромождают какие-то сложности, там не нужно что-то руками подделывать, это не стоит сделать. А почему два сложных логотипа? Потому что мы думали, что нужно как-то, чтобы логотип был похож на софтвер, поэтому подумали, что два слэша это будет то. Мы на самом деле долго рисовали наш логотип когда-то в далеком 2010-ом. Да. Может быть, уже нужно пора ребрендинга делать. Третий слэш? Да, третий слэш. Небольшой такой вопросик по поводу тестов тоже. Одна такая тема, когда люди пишут API, они в основном его документируют. То есть это делается с помощью слагера, чтобы потом можно было для кастомеров каким-то образом удобно его использовать. И вот на одном из проектов мы делали такую штуку, что с помощью тестов, как раз именно тестов HTTP, генерировалась документация для нашего API. И вот я хотел бы, опять же, это вот исходя из того, что тесты на HTTP писать не нужно. И это, соответственно, то, как мы эту штуку применили. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого. Ну и, соответственно, я не знаю, как там точно тесты в этом помогли, потому что тесты, это когда ты тестируешь свой код. Это не когда ты вызываешь просто все свои инпойнты. То есть ты все равно через HTTP проверить, может быть, все свои кейсы, которые у тебя там могут возникнуть. Это достаточно дорого, и у тебя будет очень много тестов и очень медленно. Как мы эту мы обычно, то же самое с вагер мы иногда используем, иногда очень легко сделать статический анализ кода. Например, те же самые свагеровские файлы можно генерить из кода, когда вы просто как бы у вас какие-то там аннотации или чего-то проставлено в самом коде, тогда вы можете генерить в свагер и вы можете примеры очень легко подставить туда то же самое. Есть куча тулзов таких для разных языков программирования. Поэтому в этом смысле тесты я даже наверное тесты можно для этого тоже использовать как-то, но скорее всего это документация и тест это совсем как бы разные вещи ортогональные. Не согласен с вами, но у вас я понял. У каждого свое мнение в этом смысле. Я рассказал свое, что я прошу вас отсюда унести, что будьте профессионалами, то есть всегда заботитесь о том, что вы делаете и делайте наилучшее, что вы можете на данный момент сделать. Не забивайте, халатно не относитесь. давайте последние два вопроса. Вот эти два будут первые. я его поднимал, поэтому нет. Лучше всего, чтобы микросервисы не зависели друг от друга. В неидеальном мире, ну то есть я серьезно говорю, чем это как бы антипаттерн известных микросервисов, если они слишком много зависят друг от друга, значит все плохо. Так же, как любые dependency. Чем меньше, чем больше все стандалон друг от друга независимое, тем лучше. как быть, как, например, я с этим борюсь, потому что я иногда работаю над чужими проектами, где я не могу все контролировать. Я делаю так, что я делаю какими-то табами для чужих. То есть я, в принципе, если вы послушаете Рансбергера, у него есть еще тоже отличный доклад, называется Integrated Tests RS Cam, и это он даже, по-моему, на Дивклабе когда-то много лет назад рассказывал, то там он раз говорил про то, что вот у вас, когда вы пишете, у вас всегда есть свой мир, как бы, красивый, офигенный мир, где вы можете внутри делать все, что угодно, все красиво тестировать, все автоматизировать, и ни от чего не зависит. И потом у вас есть мир как бы boundary вокруг этого всего, когда вам нужно взаимодействовать с внешним миром. Вот boundary, так же, как и framework, нужно всегда как можно больше изолировать от своего красивого мира, чтобы основной код можно было запустить, и он не зависел бы от него. И потом этот boundary, если нужно, например, если у вас нет доступа к этим другим микросервисам, если вы их не можете в Docker Compose легко запустить, то можно написать им какие-нибудь стабы. Даже через Swagger можно это делать, то есть можно на основе Swagger генерить эти стабы имплементации и с ними работать. Еще лучше это все автоматизировать, чтобы у вас, например, ваш микросервис, над которым вы работаете, чтобы его можно было очень легко запустить со всеми заставленными другими сервисами, чтобы вы могли работать именно только спокусироваться на своем коде. Это важно, как бы фокус очень важно. И что, и на практике. Правильно я понял, что на вашем проекте вы запускаете только юни-тесты? Нет, мы запускаем все тесты. Тогда скажите, что абсолютно это слито, что сам ваш юни-тест и запуск интеграционный диппенс очень сильно на проекте. Скажем так, на одном из самых больших проектов, который у нас был, на котором как раз откуда была вот эта цифра 30 секунд на 10 тысяч юни-тестов, в этом же проекте все интерграционные тесты пробегают где-то от 5 до 10 минут. То есть это иногда зависит. Да, но это интерграционные тесты и как бы, как правило, почти все баги на своей машине я могу поймать юни-тестами за 30 секунд. Это очень важно. И потом еще на Codinus Exceration мне придет, если что, я там совсем накосячил, мне придет еще этот 10 минутный, через 10 минут я получу себе еще рапорт, и тогда я смогу очень быстро, очень фокусированно запустить те тесты, которые завалились, тоже за какие-то секунды на своей машине и проверить, и исправить, и еще раз перепроверить. Вот это как бы важно для того, чтобы был быстрый турнираут. 5 минут это нормально, Для интеграционных тестов, если их много тысяч, как у нас, у нас, скажем, интеграционных тестов, я думаю, которые через UI бегают где-то, ну, около 2000, наверное. И вот они где-то не дольше 10 минут бегают. Поблагодарим Антонову. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ